Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал «Экзегет» пришел следующий вопрос. Как победить себе расизм? Достаточно вспомнить несколько цитат священного Писания. Если, конечно, священное Писание для вас авторитет, если для вас Христос — это не просто учитель праведности древности, а Бог, воплотившийся Бог, который, став человеком, не перестал быть Богом, по сути, стал тем, кем не был. И что же говорит священное Писание? Что так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Всякий, каждый, вне зависимости от пола, цвета кожи, национальности, сословия, интеллекта, социального статуса. За каждого. Господь посылает дождь на каждого, праведных и неправедных, говорит в другом месте Спаситель. И мы такими должны быть, нелицеприятными. Как дальше пишет апостол Павел? «Все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже ни иудея, ни язычника, нет раба несвободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Это третья глава, послание Галатам, 26, 27, 28 стихи. Запомните эти слова. Все во Христе едины. Все мы дети Божии. Все мы потомки Адама, последствия Ноя. Мы все братья и сестры, а уж особенно единаковые те, кто причащает, единоверцы наши. Когда мы причащаемся телу крови Господней, во всех нас течет кровь Господа нашего Иисуса Христа. Во всех нациях есть причащающиеся. Между прочим, в святцах нашей церкви есть представители всех народов, всех оттенков кожи, всех национальностей. Представьте себе, вот если вы, ненавидя какую-то расу или какую-нибудь национальность, как внезапно умрете, допустим, автокатастрофой, или инсульт, вот в этом состоянии ненависти к некоторым людям. И представьте себе, в Царстве Божьем их множество, и, допустим, дадут тебе какой-нибудь домик на двоих с ними. А ты в этом состоянии сердечном ушел в мир иной. Ты как их ненавидел, так и дальше будешь ненавидеть только в сотни раз больше. Сейчас ты поспал, но кого ты ненавидишь, кого спишь? Никого. Как младенец, чистый, кроток. Поел, вот наступило сытая благодушие, ты уже всех любишь, даже тех, кого не любил. А тут через тело ты уже не можешь усмирить душу. И она осталась с этой ненавистью. Как это состояние? Мы назовем, если умножить его на вечность. Вечными муками, то есть адом. То есть ты уже, по сути, в аду, если не избавишься от этого состояния. Да, непросто, да, нелегко, как и с любым грехом, но надо помнить слова спасителя. Надо помнить, что Господь умер за каждого из нас. Если хотите, то Христос это новый Адам, это новый сверхчеловек, в котором соединены все племена земные. Мужеские полы, женские, и эллины, и иудеи, и язычники, как пишет об этом постол Павел. Все. То есть, если ты ненавидишь какую-то часть человечества, то и Христа тем самым ты тоже от себя отвергаешь. Ибо в нем, повторю, соединены все племена земные. И вообще, молчу я, о главной заповеди Священного Писания. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Если пишет апостол Яков, ты говоришь, что любишь Бога, а ближнего своего ненавидишь, ну ты в самом обмане находишься. Не можешь ты любить Бога, которого не видишь, при этом ненавидеть брата, которого видишь. Поэтому есть, как говорится, повод для исповеди. Старайтесь от этого греха избавиться. И со временем ваше сердце будет ровным по отношению к любым людям. А еще с большим временем будете их любить, так как Господь возлюбил нас. ваше сердце и ваше сердце